Добрый вечер! Олег Сентюров подчеркнулся некоторыми сюрпризами, которые подрыхтовали организаторы. В первую очередь Гомель вспоминается в старожитных коренцах в 1142 году. Правда, практически до 17-го года он назывался то Гом, то Гомель, то Гомья. На думку ученых, это слово утверждено от старожитно-славянского Гом, что означает «холм», «взвыше». В исторической части Гомеля у Сгорки заховались до нашего часа. Сегодня это одна из ландшафтных особенностей города, которая будет выкрасана подчас проведения разностайных мероприемств. Если погортать сторонки истории Гомеля, то тут так само можно найти шмат интересного, причем за словом «упершиню» по регионе, Украине и на эту свете. При святковании Дня города об этом нагадают еще раз. Мы захватываем историю, начиная от начала 19-го века, и то, что было вплоть до конца 20-го века. Именно характерное было для города Гомеля. То, что зародилось у нас, и чего не было ни в области, ни в республике в целом. Именно у нас впервые, когда была Российская империя, зародилась Ланкастерская школа. Именно у нас зародился театр «Кукол», который потом перекочевал в город Минск. Это был наш белорусский сейчас государственный театр «Кукол». Именно у нас появилась первая детская железная дорога. Хоть только истории, организаторы вы решили не обмяжоваться. Дзявить гомельчан кажуть складано, а для зарабить программу святкования Дня города цикавой можно. Усяго, по час святкования, меркуется провести больше 100 забавлянных мероприемств. Вез открытие объекта социальной сферы. После реконструкции, в обновленном выгляде, пространяем Гомельский автовокзал. Открывается первый в Беларуси музей фото за уникальной коллекцией фотоаппаратов. Среди самых масштабных проектов открытие набережной реки СОЖ. Об этом сказали еще в часы основания Советского Союза. Олег полностью реализовался идею с Донигей, только сиолетом. Дитячие гуменовые працовки, композиция «Маяк» с замальпятидесятью святильнями и новые озеленения. Еще в 80-е годы был задуман проект. Вместе с тем, силами строителей наконец-то он был реализован. 11 числа в 12 часов произойдет торжественное открытие. И уже вечером в 19 часов свет сквозь века большое интересное световое шоу будет на этой новой набережной. Далее в этот же день, 11 числа, будет после реконструкции открыто здание нового детского садика на Книжной 19. Это больная тема для жителей нашего города. Если в развитии города хватает мест, то для микронов новостроек, безусловно, нет. Официйное открытие Дня города отбудется 12 вересня на площади Ленина в 19.01. Как ждет, уделуем примут народные артисты Беларуси Ядвига Поплавская Александр Тихонович. В 12.01.30 тут пройдет презентация нового телеканала «Беларусь-4 Гомель». Алисин Чаров, Ёген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». На переддень святкования Дня города Гомельская Дяжа-Аутоинспекция узмацняет контроль на дорогах. На допомогу супрацовникам ДПС закликаны дружинники и ветераны ДАИ. По отдаденных статистике, на ровне с поменьшением колькости дорожно-транспортных здоровьев упоравнаний с летним периодом, колькость человек, які у них загинули, повеличилась. На этом тыдне Гомельская ДАИ будет працовать во узмацненном режиме. Инспекторы будут дежурить на усих ключевых скрыжеваниях и магистралях города и поддерживать безпеку дорожного руху на подъездах до места проведения святочных мероприемств. Узмацненець контроль так само и за пешеходами. Допомогать супрацовникам ДПС будут дружинники. У Гомеля доброохотная дружина ДАИ наличивает больше за 380 человек. По всей области у их составу выходит больше как тысячи человек. Не отмавляются у ДАИ и от допомоги ветеранов. В свою очередь они помогут молодым сотрудникам ДПС где-то правильно квалифицировать то или иное правонарушение, где-то проявить милицейскую смекалку. Дружинники автоинспектора могут выступать в качестве очевидцев, в качестве свидетелей правонарушения. Также могут оказать методическую помощь, практическую помощь инспектору. Ну и вообще эффект присутствия нескольких человек он тоже имеет свое место при оформлении того или иного нарушения правил дорожного движения. У Гомельским гароэлектротранспорте провели особливый инструктаж. Водители у троллейбуса влучшили супровожению инвалидов-колясочников. Подробя с ней про комфортные перевозки Катярына Сапельникова. Звернуться за допомогой те и пропоновать крок однолького складанный как для инвалидов, так и для водителей. Компромисс шукали разом. Члены громадского объединения инвалидов-спинальников привезли разные виды колясок и расслумачили, как правильно супровожать таких пассажиров. Все присутные на инструктаже водители отримали веды не только у теории. Провели вообще-то мониторинг перед этим, как водители троллейбуса поступают в данной ситуации. А сегодня покажут практически. И непосредственный контакт с инвалидами водителей даст возможность водителей более понимать инвалидов, а инвалидами понимать больше водителей. У допомогу ободвым бокам найношые специально обсталяванные троллейбусы, якие могут нахиляться на 15 градусов до бордюра. А кроме того, около 15% гомельского транспорта оснащено высованной нахильной платформой. Этот процент будет расти. На наступную пятигодку уже есть державный план по ширине рухомого состава с пандусом. Но даже такие современные подходы не решают проблему целиком. Вот наша самая беда. Кругом пороги, 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 пороги. А водители, сейчас новый вышел с 2013 года стандарты Белоруссии по перевозкам, уже касается водителей, должен квалифицированно показать помощь при посадке и выгрузке. Как было простей, члены объединения подрыхтовали для водителя особливые памятки. Домовились об том, что в первую очередь требует усталевать зроковый контакт. Инвалид-колясочник повинен дать знак, что это потребный ему троллейбус. Тогда уже справа за водителем. Теперь они подрыхтованы до любого содействия. На своем маршруте я работаю, на маршруте 2.8, я уже знаю своих в лицо. Вижу, что стоит на остановке, я подъезжаю, стараюсь как можно ближе к бордюру подъехать, не торопясь, все. И помогаю закатить коляску. Наступный тренинг пройдет у автобусных парков Гомеля. Створить умовы для безбарьерного перемещения инвалидов реально. Достатково просто сустракаться и обмерковать проблемные питания. Катярина Сапельникова, Яугин Макеенко, телерадиокомпания Гомель. До других тем. Белорусская республиканская пионерская организация рыхтуется означать 25-ти годовый юбилей. У Гомельской области у пионерским руху удельнейшая коля 90 тысяч детей школьного взрослого. А в деятельности организации и запланованных мероприемствах ишла говорка на брифингу, який отбылся сегодня гомельским облвыконками. Пионерский рух у Беларуси самая массовая дитяша организация на всей постсоветской просторе. У юбилейный год ей визитной карткой станут международный взлет пионеру, презентация уласного гимна, широк акций и конкурсов. Многие из них знаемые не одному поколению дорослых. Например, уласная спортивная гульня «Пионер Бол», военно-патриотичная гульня «Зарница» и иншие. Принциповое одразнение БРП от пионера из советских часов – принцип доброохотного уступления у организации. А это обязывает притягивать работ не формальными методами, а по-соправдному статусом. От формализма нам пришлось уйти. Почему? Потому что сегодня, повторюсь, это дело добровольное. И сегодня мы заинтересованы в том, чтобы заинтересовать детей прийти в нашу организацию и быть ее участниками. Привлекаем ребят тем нашими конкретными делами, акциями, мероприятиями. Если они видят интерес в них, то они приходят. Сегодня гомельчане означали «Сусветный день прагажостя». Это свято инициировал Международный комитет эстетики и косметологии Сидеска 20 лет тому. Своим обаянням город веншовали девчата из центра моды прагажостя «Хрустальная нимфа». Профессийные модели у першиню вырошили таким чином долучиться до свято. Не глядяши на неизвышайные обставины дефиле, и оно пройшло под музыку. Показ супровожал специально декораванный автомобиль. 12 прагажунь проставили оригинальные восиньские вобразы, которые отповедают на двор ее. Але мета-дефиле не только веншование. Естественно, напомнить о том, что подиумом может быть любая дорожка, по которой идет красиво одетая девушка и гордо несущая голову, и себя как элемент вдохновения. Двойные юбилеи ознашил гомельский письменник, журналист и ветеран правоохоленной справы Михаил Дедовец. 65-й день нарожения и 35-й годе творческой деятельности. Именинник ознашил в актовой зале управления внутренних справ Гомельского облого конкама, где прошел вечер-портрет у его гонор. Второму подполковнику милиции у оставца Михаила Дедовца належат шесть книг и сотни нарысов об заслуженных Жихара Гомельшины и героев Советского Союза. Еще одно выдание побачит свет в наступном годе. Но, не глядяши на любого до литературного слова, колись сей он зарабил выбор на корысть правоохоленной деянности. Прошел шлях от старшего лейтенанта до начальника Гомельского отдела внутренних справ на транспорте. Я его проснулся в опыт, знайшу о люстровании у книгах, яке расповедаюсь про нелегкие будни человека у форме. Работаю над новой книгой зооприроды. Практически я работу завершил. Ну и у меня где-то свыше 250 очерков о наших ветеранах войны, фронтовиках, партизанах, подпольщиках, узниках концлагерей. Но, естественно, мы не забываем нашу повседневную жизнь. Пишу много о сотрудниках милиции действующих. Даже сегодня мы постараемся вручить своих два свежих очерка, которые вот опубликованы прямо на днях. Что год 9 вероятня сотни православных верников наведывают Свято-Покровскую церкву в Весыкарма Добрышского района. В этот день тут проходят богослужения, присвященные памяти святого Иоанна Кармянского. Подробности в наступном материале. Народился Иоанна Гашкевич на Махилевшине у семьи священника. Его будущее служение было наканавано Господом и открыто батькам еще до его заявления на свет. Одночек, когда мать будущего праведника молилась в храме, до ее подошел юродивый с пророчными словами. Хотел бы я у этого дитя отримать благословение, но не доживу. Уже четыре года Иоанна помогал батьку в церкве. Потом скончил церковно-приходскую школу, духовное училище и семинарию. По завершении эдукации стал законовучителем в церковно-приходской школе в Весце Огородня Добрышского района. Потом и Иреям в Рогачевском районе, где отдал церковному служению 14 годов, и снова вернулся в Огородню, на Зусим. А кроме духовного служения, займался добрым парадкованием храма и его побудов. У ласной же нерухомости николи не имел, а жил в церковном домке. После народжения семого детяти, отец Иоанн выполнил свою мару, наведал Киево-Печерскую лауру и отримал благословение от старца на монастское життё. На богослужении до его приходили люди из разных вёсок, чтобы держать солоду от боской ласки, которая присутствовала в храме разом с добрым пастором. Земный шлях отца Иоанна завершился в осень 1917 года. Его мощи оказались нетленными и были перенесены сначала сюда в корму. По его пророчеству, которое он говорил, что никогда не ездил на машине, а по смерти меня покатают. Вот действительно, они были перевезены сюда на машине, здесь были поставлены. И, значит, когда приехал святейший патриарх, то было первое чудо от мощей, значит, было очень такое сильное благоухание в церкви. Тут наш другий дом, кажут проходжане Свято-Покровской церкви. Помолиться о вылечении альбо о поляпшении здоровья, подяковать за отриманную допомогу, очистить душу покаянием, у каждого свой боль и своя радость. Не приезжать просто не могу. Во-первых, это долг благодарности Богу через молитву батюшки Анны. А с другой стороны, здесь очень хорошо. Здесь как-то так тепло, уютно. Я себя ощущаю здесь как дома. Алена Капитулец приехала с Гомеля разом с унуком Иваном. Хлопчик, до речи, был назван Миновита Угонер Иоанна Кармянского. Дитяна родилася с тяжким пороком сердца. Имя святого и постоянное наведывание Ягу Мошоу верили родные, да поможет пермахчих воробу. Так и здарилась. Прошла удачная операция. Мы пришли, приехали с Ванечкой сюда. Мама наша тоже приехала. Благодарить Иоанна Кармянского за помощь. Пред Господом молили о нас. Вот Ванечка такой вот у нас. Такой ранний приехал. Уже успел поклониться. Дарыши Свято-Покровская церква увезцы корма сирот белорусов и гостей с близкого замежа, популярная как экскурсийный объект. Ее наведывание включают многие паломницкие туры по Беларуси. А кроме того, церква выходит в туристический маршрут «Малое золотое кольцо Гомельщины». Марина Северьянова, Сергей Лукашук. Телередует компания «Гомель». На этом выпуске завершено. У студии працавала Маргарита Шубукова. Усяго доброго и до встречи в эфире.